Алла Николаевна, расскажите, какая эпид-обстановка сейчас в Бердске? По заболеваемости мы сейчас отмечаем некоторые снижения по обращениям именно по коронавирусной инфекции. И по результатам обследования мы также видим, что идет снижение положительных ПЦР-тестов. Также мы отмечаем и сохраняющуюся острую респираторно-вирусную инфекцию. И здесь я хотела бы подчеркнуть, что как взрослое, так и детское население, они обращаются в большей степени к нам в красную зону именно в связи с проявлениями ОРВИ. То, что касается гриппа, вот на территории города Бердска не зарегистрирован грипп. Мы проводим обследование на грипп уже по постановлению Роспотребнадзора, когда будет превышение порога заболеваемости. Вот в начале, когда только-только началась непосредственно ситуация по ОРВИ, по заболеваемости, это конец октября, ноябрь, то есть осенний-весенний период, по постановлению нашего Роспотребнадзора мы проводили обследование в школах и в детских садиках ребятишек, которые подлежали обследованию на грипп. Все результаты пришли отрицательные. Берчане жалуются, что сложно дозвониться в больницу. Нагрузка на колл-центр по-прежнему высокая? Нагрузка, да, колоссальная на колл-центр. Мы мониторируем ситуацию, и если вот третья волна у нас была, ну, 1500-1600, это запредельные были цифры количества вызова врачей, количество звонков, то вот эта уже четвертая волна, которая уже у нас идет восьмую неделю, у нас это более 2000 звонков. Но здесь, наверное, основная эта проблема, что чаще люди звонят, как привыкли они еще с советского периода времени, с 8 до 10, пол-оденадцатого, пол-двенадцатого. Хотя колл-центр у нас работает с 8 до 8, у нас есть электронные расписания, и колл-центр уже решает вопросы по заполнению электронного расписания, если это касается, ну, каких-то других там вызов врача надо, мы передаем эту информацию в поликлинике и так далее. Я надеюсь, что, ну, жители привыкнут, что да, мы сейчас переходим на такой режим обслуживания населения на территории области, это уже на протяжении нескольких лет. У нас в городе Бердске это вот второй год, и, к сожалению, это второй год у нас идет коронавирусная инфекция, которая создает вот такую колоссальную нагрузку, она увеличилась практически, ну, в разы. Бердчане жалуются и на нехватку врачей, в частности, педиатров в детской поликлинике номер 2. Расскажите, как решается вопрос с кадровым голодом? Нехватка персонала, она у нас всегда имела место быть на территории города Бердска, вот, и нехватка персонала не только в нашем городе, к сожалению, ковидная ситуация, да, создает колоссальную нагрузку на медицинский персонал, и в городе есть дефицит кадровый, и в первую очередь это первичное звено, вот, сейчас у нас готовится целевик, педиатр, который придет во вторую поликлинику, у нас там работает сейчас, мы дополнительно включили в такую дополнительную работу фельдшеров педиатрических участков, которые будут выдавать справки, которые будут решать вопросы регуляции потока, потому что не всегда требуется именно педиатрический непосредственно уровень оказания медицинской помощи, там, по выдаче справок, по результатам ПЦР-теста, по допуску и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, в этой теме есть проблемы, над которыми мы работаем, и я полагаю, что здесь, конечно, все зависит от того, как город, как население пройдет этап вакцинации. Мы достигнем 90%, 85% вакцинированных, значит, снизится эта нагрузка, и, соответственно, возможность уже и для оказания медицинской помощи будет совершенно уже другая. Как продвигаются работы по созданию Центра амбулаторно-онкологической помощи на базе взрослой поликлиники номер 2? Для того, чтобы мы могли открыть Центр амбулаторно-онкологической помощи, первое, что необходимо, это диагностический блок, который должен включать в себя современное оборудование. Это, как мы говорим, тяжелая техника, это магнитно-резонансный томограф, это компьютерный томограф, это современный рентген, это непосредственно проведение эндоскопических всевозможных манипуляций, это проведение колоноскопии, бронхоскопии, гастродуоденоскопии. Соответственно, это ультразвуковая диагностика, лабораторная диагностика, ну и в крайнюю, так скажем, уже очередь по ремонтным работам – это кабинеты для врачей-онкологов, которые будут вести прием на базе взрослой поликлиники номер 2. Эти приемы наши специалисты будут вести по сменности графика, то есть, как обычно работает амбулаторный этап, соответственно, и поэтому требования современной техники, особенно МРТ, КТ, они очень жесткие. Для того, чтобы поставить современный МРТ, необходимо решать вопросы по рентген-защите, по площади, по вентиляции, по усилению непосредственно мощности, электромощности. Поэтому вот эти все вопросы мы решали в этом году, потому что мощностей нашего хирургического корпуса, там, где находится поликлиническое подразделение и где будет находиться наш центр амбулаторной онкологической помощи, не хватало, поэтому мы заключали договоры с РЭС. На сегодняшний день у нас монтаж МРТ проведен полностью. Мы сейчас проводим обучение персонала для работы на новом оборудовании. В понедельник у нас уже подписываются документы по монтажу компьютерного томографа, соответственно, и дальше обучение нашего персонала. Поэтому к концу года уже остались общестроительные работы, к концу года САОП уже начнет работать в своем штатном режиме. У нас сейчас два онколога, которых работает, два онколога, которые к нам готовятся. У нас мы отправляли на учебу онколога-гинеколога. В январе она получает аккредитацию, поэтому узкими специалистами онколог-гинеколог, онколог общего профиля и онколог, который будет заниматься химиотерапией, эти специалисты уже подготовлены.